Здравствуйте! Немножко расскажите о самом конкурсе. Как он проходил, ваши впечатления? Вы впервые участвуете в этом конкурсе? Ну, в этой компании, да, я впервые участвую. В том году я участвовал с другим немного проектом, тоже стал финалистом конкурса. В этом году было гораздо больше участников. Изначально их было 34 проекта заявлено. Дальше отобрано было 20 проектов. Из этих 20 проектов были сформированы номинации. То есть 4 номинации. Вот в одной из номинаций мы заняли первое место, то есть среди 5 проектов. Вы уже победитель, вас можно поздравить, да? Да, спасибо большое. О самом проекте своем расскажите, пожалуйста, подробнее. Наша компания, научно-производственное объединение, занимается разработкой, производством и внедрением оборудования в сельское хозяйство. В связи с этим мы разработали автоматизированную систему управления расходом рабочего раствора, которую применяем как на своих опрыскивателей, так и с 2016 года выпустили ее в серию. Пришли мы к этому, когда провели анализ рынка и выяснили, что в основном на рынке представлены импортные системы, которые сокращают, так скажем, расходы на агрохимию на 1-1,5%, что существенно ниже стоимости самой системы и, соответственно, сервис данных систем, он исчисляется месяцами, неделями, что для сельхозпроизводителя как бы... Невыгодно, конечно. Невыгодно, да. Долго получается сам процесс производства простой техники, грубо говоря. Сельхоз... Это становится невыгодным. После вашего внедрения что происходит? То есть этот процесс уменьшается там на много, во много, да, раз? Ну, сама система позволяет, получается, снизить, во-первых, издержки на агрохимию на 20%, ну, аналогов этой системы достаточно много. Агрохимию — это удобрение, да? Да, то есть, смотрите, сейчас в современном сельском хозяйстве уже сложно себя представить без использования опрыскивателя. Опрыскиватели используются для борьбы с сорняками-вредителями, а также для внесения различных удобрений в почву, получается. И сам АСУР автоматизирует наш, вот АСУР автоматизирует этот процесс, то есть он помогает оператору, во-первых, точно понимать, сколько литров на гектар нужно расходовать рабочего раствора, то есть этой агрохимии, и делает более точное внесение. — А как бы вы сегодня оценили автоматизацию нашего сельского хозяйства? Ну, возьмем наш Алтайский край, раз мы здесь живем, да? — Ну, я вас понял вопрос. Автоматизация сельского хозяйства достаточно различна. Это связано с тем, что в настоящий момент в Алтайском крае, ну, зарегистрировано 3200-3200 хозяйств. Сельскохозяйственных из них более или менее хозяйства, которые работают, около 2000, и условно их можно разделить на две категории. Это хозяйство до 1000 гектар и хозяйство свыше 1000 гектар, как правило, это какие-то агрохолдинги. Мы работаем с хозяйствами как с небольшого объема до 1000 гектар, таких хозяйств, ну, порядка 70%, так и с агрохолдингами. Недавно вот у нас был выездной тур в агрохолдинг, который предоставили мы, это родинский. На примере родинского хозяйства мы показали автоматизацию, но, к сожалению, таких примеров в Алтайском крае очень мало. Это связано с тем же финансированием. Небольшие маленькие хозяйства не могут себе позволить такие мощные комплексы, посевные агрегаты, которые используются в том же родинском хозяйстве. И, соответственно, приходится использовать какие-то решения, которые непосредственно мы предоставляем. То есть, как раз наоборот, ваш проект, в отличие от тех же импортных, о которых вы говорили, он позволяет и небольшим компаниям приобретать подобные оборудования. Да, совершенно верно, вы поняли. У нас проект, он находится именно в экономической, класс эконом, так скажем. То есть, он в плане автоматизации полностью удовлетворяет небольшие хозяйства. У нас сейчас выходит, конечно же, серия, которая будет превосходить аналоги импортные, но она будет чуть дороже уже для таких более состоятельных, скажем, хозяйств. Но вот эту серию, которую мы используем, мы, безусловно, ее будем оставлять, потому что мы компания, которая работает постоянно, так скажем, с руководителями предприятий, сельхоз, и сначала слушает их мнение, а потом уже на базе их мнения мы какие-то строим свои разработки. Есть у вас конкуренты в России? Вот вы сказали, что есть импортное оборудование, а в российских компаниях что-то подобное делают? Есть российское оборудование, это, допустим, никакой не секрет, это Барс. Есть еще ряд аналогов, которые превосходят даже в чем-то нашу систему, но они, к сожалению, в ценовом сегменте немного ином. Очень дорогие, да? Да, да, то есть ценовой сегмент иной, соответственно, система для небольших фермерских хозяйств, у которых небольшие пассивные площади, буквально 600-700 гектар, она для них, к сожалению, недоступна. А вы свой проект долго разрабатывали? Сколько времени потратили на него? Наш проект разрабатывался порядка, наверное, нескольких лет, мы очень большие средства туда затратили, и сейчас продолжаем вообще производство любого оборудования, особенно высокоточного оборудования, требует финансовых вложений, то есть порядка 90% всех денежных средств, которые мы выручаем с продажи, мы опять запускаем в разработку инновационных оборудований, в том числе и других наших проектов, которые мы успешно внедряем. У вас большая компания, сколько специалистов, и откуда эти специалисты? Это все местные ребята, не знаю, с политеха, с аграрного университета, откуда к вам приходят? Ну, это понятно, что любой проект требует соответствующих специалистов, и наш проект — это не исключение. Я считаю, что любой проект — это команда. Эта команда у нас есть, разные специалисты, каждый в своей области, это электронщики, программисты, это инженеры, которые непосредственно работают с, так скажем, разработками, связанными с металлом, запрыскиватели у нас свои. И в связи с этим я могу сказать, что специалисты, да, в основном все выпускники либо аграрного университета, либо алтайского государственного, либо политехнического, достаточно большой опыт накопили, работая в разных сферах. Ну, что примечательно, наша компания в большинстве своем, помимо электронщиков, состоит из людей, бывших летчиков, то есть военных. Ну, даже так интересно. Да, да, у нас директор, непосредственно заместитель директора. А с чем это связано? Просто так сложилось? Это связано, ну, это связано, наверное, с первыми нашими разработками, допустим, мы единственные в крае, кто имеет на вооружении аэрозольный генератор регулированной дисперсности, некий такой, грубо говоря, щит, который в случае заражения, у нас даже есть призы там и грамоты от губернатора края, если вот саранча, луговой мотылек, лесные какие-то вредители, мы оперативно можем эти вопросы решать. Это сельская авиация, да? То есть сельская авиация, дураконский, лесный. Нет, у нас наземная техника, у нас несколько, мобильный отряд состоящий из нескольких единиц техники, что примечательно, на нем стоят турбореактивные двигатели. Суэй-9, да, то есть интересная такая технология. И благодаря вот этим всем разработкам у нас просто много, многие конструкторы, которые работают, они выходцы из соответствующих, да, из авиации. А вы уже применяли вот это вот против саранчи и прочего? Да, конечно, но вот когда саранча была... Это вас просто приглашают, не обязательно иметь в хозяйстве, да, такое, просто если такая опасность есть, вы просто приходите и работаете с ними, да? Совершенно верно, мы оказываем услуги по обработкам, у нас есть как самоходные опрыскиватели штанговые, то есть которые мы и в серию выпускаем, и оказываем услуги по обработкам. Так и непосредственно вот, так скажем, последний рубеж против вредителей. То есть активно у нас фермера используют, пользуются нашими услугами. Помимо этого мы работаем и в крупных птичниках наших, и в каких-то закрытых помещениях. Ну, аналогов, по крайней мере, в крае такого оборудования нет. Замечательно, еще раз поздравляю вас с победой, ждем ваших новых разработок, удачи, до новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что на вас в гостях был заместитель и директора компании «Эра новых технологий» Юрий Владимирович Силагадзе. Мы говорили о краевом конкурсе «Лучшие проекты информатизации на Алтае-2018». Спасибо за внимание, до встречи.